ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это борьба за новый свет, за новые рынки, за контроль над мировой торговлей, то бишь за Америку и Индию. По сути борьба Наполеона с Британией это попытка реванша за уже свершившееся поражение в новом свете. Исход этой борьбы практически предопределился Трафальгарской битвой 21 октября 1805 года, когда одноглазый Нельсон погиб, но окончательно, то есть навсегда утопил французский флот. Трафальгарская битва стала кульминацией глобальной войны. Франция проиграла уже тогда, она потеряла влияние на море. Все океаны с тех пор были подвластны Британии. Англичане могли отправиться туда, куда им заблагорассудится. Их торговля была защищена. И главное, у них были средства для того, чтобы оказывать давление на другие государства. Если бы они захотели, они могли бы полностью отрезать Европу от торговых путей. Борьба за новый свет бессмысленна без флота. Еще более бессмысленной была реакция Наполеона на это поражение. Континентальная блокада Британии. Невозможно блокировать страну, обладающую господством на море. Положение владычицы морей спасло Британию и в 20 веке в битве с Третьим Рейхом. 30 июня 1940 года генерал-полковник Йодль представил Гитлеру свои соображения о заглавленной продолжении войны против Англии, где утверждал, что угрозы подводной блокады и ударов с воздуха заставят англичан запросить мир. Для блокады немецкий флот использовал в основном подводные лодки и крупные корабли-рейдеры. Удары по морским коммуникациям привели к лету 1941 года к потере третьей тоннажа британского торгового флота. После захвата Норвегии и Дании немцы объявили тотальную блокаду. Они атаковали любое судно, направляющееся в Британию. Однако англичане, оперативно затопив флот своего бывшего союзника Франции, операция «Катапульта» и при поддержке формально тогда еще нейтральной Америки, восстановили контроль над коммуникациями в Атлантике и Средиземном море, чем предопределили победу в битве за Британию. Гитлер вынужден был отказаться от реализации операции «Морской лев» по высадке в Британию. Тем не менее, для победы над Наполеоном англичанам нужна Россия. Собственно, так же, как позднее над Гитлером. Ей предстоит сделать для Англии на суше то, что Англия смогла сделать с французами на море. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!